Это программа «Сумма мнений» на ЕТВ. Здравствуйте! Меня зовут Ольга Новгородова. О самых интересных, актуальных и горячих событиях этого города и области поговорим сегодня, прямо сейчас. Специалистов для миссии «Врачи без границ» набирают в Екатеринбурге. Кто идёт работать в экстремальных условиях и не останемся ли мы сами после этого без медиков? Хирурги Нижнего Тагила массово написали заявление об увольнении. Ситуацию удалось разрешить путём переговоров, путём посулов и обещаний. Сейчас ровно такая же ситуация с детскими онкологами в Москве. Врачи отказываются работать, потому что их не устраивает условия труда, не устраивает общение с руководством, не устраивает много чего. Во-первых, это неприятно, это обидно, это очень грустно. Во-первых, потому, чтобы достучаться до властей, приходится действовать такими методами. А во-вторых, потому что эти люди, врачи, ничего больше в этой жизни не умеют, кроме того, как спасать наши жизни и жизни наших детей. И если не работать в больнице, то где тогда? Мы об этом поговорим сегодня с нашими гостями. Спешу вам их представить. Майя Теренина, финансовый координатор Международной некоммерческой организации «Врачи без границ». Майя, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Токура Муцумото, логистик и HR-специалист «Врачи без границ». Здравствуйте. И Анастасия Андреева, пресс-секретарь организации «Врачи без границ». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Пожалуйста. Вы редкие гости в Екатеринбурге. Зачем пожаловали? У нас, как вы уже правильно сказали, Международная некоммерческая медицинская гуманитарная организация. И вообще у нас больше 40 тысяч сотрудников, которые работают по всему миру. И это люди из самых разных стран, из всех уголков планеты. Но при этом, к сожалению, у нас не так много сотрудников из России. А в России огромный потенциал. Подождите, вы приехали хантить наших врачей? Можно сказать, не только врачи. Нам интересно не только врачи. Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше сотрудников из России, потому что действительно хорошая медицинская школа и вообще здесь хорошие специалисты. У нас есть большой потенциал. В плане у нас, как у страны, у России. И нам кажется, что людям могла быть интересна работа в гуманитарной организации, возможность поработать в других странах, поездить по миру. Но про нас тут не так много знают. И люди, мне кажется, не всегда понимают, как попасть на работу во врачи без границ. И поэтому мы приехали рассказать. Вот сейчас об этом и узнаем. Настя, скажите, пожалуйста, если говорить все-таки о врачах, то ценятся наши специалисты на мировой арене? Врачи, русские врачи ценятся? Их руки, их мозг, их образование? Да, у нас, например, есть хирург из Екатеринбурга. Его зовут Павел. Он сегодня вечером как раз тоже примет участие в нашем мероприятии. Расскажет о том, как он устроился на работу врачи без границ со своей миссией в Йемене, где он работал. Миссии мы называем, когда человек поехал за границу, и там находится, тоже называется, в поле. У него полевой визит, и он там работает. Это проект, у которого есть начало, кульминация и конец. Майя, чем занимается финансовый координатор в таких миссиях? Финансовый координатор занимается финансовым обеспечением миссии для всех отделов медицинских, логистических и снабженческих отделов. А также финансовый координатор занимается руководством своего отдела и анализом и мониторингом расходования средств для данной миссии. То есть вы тот человек, который занимается финансовым обеспечением всего процесса? Да. Всего процесса данной миссии, да, в которую я конкретно еду. Откуда некоммерческая, международная, благотворительная организация берет деньги? Наша организация существует с 1971 года, и основная ее задача – это как можно больше иметь частных пожертвований, чтобы работать независимо от каких-либо политических или государственных запросов. Из каких стран идут в основном пожертвования? Ну, это в основном европейские страны, потому что там довольно хорошо знают нашу организацию, которая была создана в Париже. Ну, сейчас также задействованы и другие континенты, такие как Соединенные Штаты или Япония, или скандинавские страны, которые занимаются именно фандрайзингом, сбором средств для наших проектов. Такура, вы говорили о рекрутинге. Какие документы вы нужны? Помогите мне, пожалуйста. Документы не требовали? Да, это зависит от положения, который вы используете. Но, в основном, вы нужны CV и также форма аппликационного форма, который МСФ получил. Это два основных документа. Обязательно нужно резюме, CV, и обязательно нужен какой-то документ, который подтверждает… Такура сказала, что основное – это CV и аппликационный форм. Это специальная форма заявления врачей без гарантии. Там есть определенные вопросы. Это такой документ, который нужно заполнить онлайн, ответив на определенные вопросы и прислать. Документ, который подтверждает возможность вести врачебную деятельность. Это тоже нужно. Паспорт, ИННМ, СНИЛС. Вы нужны паспорт? Нет, в данном моменте мы еще не задавали паспорт. Нет, на этом этапе отбора человека нам не нужен его паспорт. Это единственная организация, где не требуют СНИЛС и, наверное, даже не знают, что это такое. Анастасия С. Да, я правильно понимаю, что проектная, врачебная и любая другая деятельность во врачах без границ – она оформляется как договор подряда. Ну, то есть это не та работа, за которую идет стаж. Подписывается контракт на каждую отдельную миссию, каждую поездку человека. То есть вот с такого числа под такое число находится в такой стране, и вот на это время с ним заключается контракт. И это не записывается в трудовую книжку российскую. Сколько российских специалистов во врачах без границ? Давайте в процентном соотношении относительно представителей других стран. Ну, я думаю, российских очень маленький процент. Я могу сказать в числах, проценты даже настолько ничтожные, что мы не будем его считать. Давайте скажем так, у нас больше 40 тысяч, 80% – это то, что называется national staff, это люди, местные сотрудники. То есть, предположим, это в Африке, возьмем какую-то страну, Мозамбик. 80% – это младший медицинский персонал и так далее, это местные люди, там же тоже есть свои сотрудники. 20% – это люди, которые путешествуют, как майя, как такура раньше, экспаты из разных стран. А российских экспатов, которые путешествуют в разных миссиях по миру, их около 20 человек. То есть, вы можете понять, что 20 человек из 27% от 40 тысяч. Хотите, я вам расскажу, почему? У нас в России очень много глубоких, хорошо образованных специалистов. Причем не только в области медицины, но и в других областях. И сейчас, кстати, поговорим еще о том, какие специалисты вам нужны, кроме врачей. Вам же обязательно нужен английский язык или любой другой? It's obligatory for us. Should they know English or another English? It depends on the position also, but basically, yes, we ask them to be able to speak either English or French. Английский или французский язык обязательно хотя бы на элементарном уровне. Так вот, к сожалению, в России со знанием иностранных языков очень тяжело. Может быть, еще и поэтому у вас дефицит российских кадров, которых вы так жаждете. It's very good. English and Russian, maybe it's a problem for Russian experts. Yeah, I think there's a language barrier for maybe Russian, but also definitely in Japanese people, many people don't speak English. What other specialists do we need in MSF? Apart from medical staff? Вот прямо сейчас горящие вакансии. But right now what we need? Who we hire? Logisticians, for sure. Logisticians is the non-medical position. They will be in charge for many things, actually. Everything except the medical activities, for example. Да, логистики, по сути, занимаются практически всем, что является немедицинской деятельностью. У нас логистики занимаются передвижением товаров, людей. What do they do? What do they do? Yes, so as I said, there are various responsibilities that they have. For example, they need to maintain cars and generators. They also need to sometimes build hospitals and houses that we live for sometimes. То есть, например, они должны закупать машины, смотреть, что они находятся на моем состоянии, разные оборудования технические. Например, строится госпиталь, все, что нужно, чтобы построить госпиталь, руководство процессом. And also providing good quality of electricity and water is very essential for the missions. Электричество, вода, обеспечение вот этих процессов. Майя, наверняка не во всех странах есть цивилизованный бизнес-процесс обращения с деньгами. Как вы их решаете? Да, сейчас все лучше и лучше, но тогда, когда я начинала, например, в 2005 году, я поехала на чрезвычайную ситуацию в Пакистан, и там в столице работали банки, но в Гималаях банки не работали, поэтому все процессы происходили наличными. И в банке приходилось снимать наличные деньги, грузовиками их вывозить в наш офис. Как вы это пережили? Это был очень большой стресс для меня, я потеряла 7 килограмм за неделю. Хотите похудеть, идите во врачи без границ. Экспресс-способ. Экспресс-способ похудеть, а еще и пользу принесете этому миру. Анастасия, насколько там опасно? Ну вот этот вопрос наверняка волнует многих. Это зависит от страны, конечно, есть страны с разным контекстом, но в тех странах, где действительно опасно находиться, например, какие-то страны, где военные действия идут, организация делает все, чтобы обеспечить безопасность человека. То есть, например, в самых худших случаях, в самых серьезных, скажем так, человек не может сам передвигаться по улице, он даже не может выйти в магазин. Не имеет права? Да. Если он сбежит, как бы за него никто не несет ответственность. Да, вот Майя может рассказать про свой опыт. Да, я была просто год назад в миссии в Афганистане, одной из самых огромных миссий. И вот в Кабуле у нас гигантская база, где мы просто вот как бы работаем внутри этой базы. То есть мы... За периметр не выходите? Можно выезжать, но по договоренности, только машины, самолеты, все это как бы планируется заранее, специальными отделами. Да, и жилые дома, и офис находятся в одном месте, все это укреплено. И периодически для персонала происходят такие учения, как тревога там и так далее, куда идти, куда бежать. Обучают, как действовать в каких-то внезапных ситуациях. Да, нападения. Анастасия, вы правильно сказали, в России знают, что такое врачи без границ. Знают это словосочетание. А если поподробнее, чем занимается организация? Чем, где и зачем? У нас, кстати, есть очень красивые фотографии. Мы сейчас вам их покажем, а Анастасия на их фоне расскажет, чем занимаются врачи без границ. Да, и фотографии, кстати, большинство сделаны Майей, поскольку Майя не только финансовые координаторы, но и фотографы фотографируют в своих миссиях. Считаю, что это очень важно обратить на это внимание. Да, мы работаем сейчас больше чем, более чем, простите, в 70 странах по всему миру. И мы помогаем там, где не справляется местная система здравоохранения, где в этом есть необходимость. У нас есть разные типы ситуаций, в которых мы работаем. Это, например, как я уже упоминала, военный конфликт. Это ситуация эпидемии, например, эпидемия холеры, эболы, других разных заболеваний. Это работа с забытыми болезнями. То есть это болезни, которые в европейских странах, не только в Европейских, в Северной Америке и так далее, в цивилизованном более мире, скажем так, уже не существуют. Здесь про них не знают и не умеют с ними работать. Но они еще есть в других странах, где хуже работает система здравоохранения. Например, Калазар, Лишманиоз, сонная болезнь, Нома. Это вообще страшная болезнь, когда у человека, не знаю, можно ли такое говорить, на телевидении и в эфире отваливаются части лица просто. Вот у нас есть документальный фильм, мы, кстати, даже недавно делали на эту тему. И еще одно важное направление работы – это чрезвычайная ситуация. Там наводнение, стихийное бедствие, землетрясение. По странам у нас очень много проектов. В Африке, Ближний Восток, некоторые азиатские страны, например, Бангладеш, Мьянма, Индонезия. В России? В России у нас есть один проект в Архангельской области. Это лечение лекарственно устойчивого туберкулеза. То есть, когда у человека туберкулез, уже устойчивый к большинству стандартных антибиотиков. У него требуется более сложное лечение. Раньше у нас в России было много проектов, когда это было нужнее. Потому что сейчас, конечно, в России сложно сравнить с Йеменом или с Мозамбиком. Здесь система здравоохранения функционирует все-таки. И наши силы нужны в других местах. Кстати, Майя очень хорошо знает про проекты, которые были в России в 90-е. Она начинала с них свою работу. Что были за проекты в России в 90-х и почему они сейчас вернулись? В 90-х врачи без границ... Вообще, первый раз врачи без границ в России, в Советский Союз, еще попали в армянское землетрясение в 80-х годах. В 90-х годах врачи без границ попали сюда по гуманитарной просьбе московского правительства. И таким образом потом провели исследование, в какой области можно работать, и нашли проблему бездомности, которая тогда не была признана еще советским тогда правительством Москвы. Да, через 10 с лишним лет мы передали успешно этот проект городу, и он успешно работал в городе, хотя вот сейчас, к сожалению, немножечко опять... Я правильно понимаю, что если область, государство, город, сами могут справиться своими силами, по вашим оценкам, врачей без границ там не будет? Да, наша задача – это поднять проблему, помочь как-то эту проблему, начать с ней работать, и потом передать уже... Это не только в России, это везде такая задача у врачей без границ – передать этот проект или работу над данной проблемой уже правительству, потому что, естественно, правительству решать такие большие глобальные проблемы, социальные, медицинские, проще, чем нашей большой, но все-таки маленькой организации. К вам вопрос про обеспечение тех людей, которые приходят работать во врачи без границ. Какой соцпакет, если его можно так назвать, и какие средние зарплаты? Какие средние зарплаты для людей, которые работают на фотоавережные зарплаты? И что вы даете для людей, как рекомендации? А, окей, так сказать, основной зарплаты в первом году это примерно 1,600 евро. То есть, в первый год работы, зарплата, естественно, меняется, в первый год работы, средняя зарплата, то есть, в специальности, 1600 евро. В зависимости от страны, условий страны и возможности, потому что, бывает же, в столице проекта, так что тебе добавило. А будет у вас либо отдельная комната в доме проживания, либо вы можете проживать в комнате с несколькими другими людьми, тремя, например, коллегами. И также в добавлении к зарплате люди получают то, что называют у нас они курят, как-то курят. Ну и перелет, конечно, туда-обратно. И еще и еду покупают вам. Я вам хочу сказать, что это гораздо выше, чем средняя зарплата врача в России. Осталось только английский язык подучить нашим специалистам, да, идти к вам устраиваться. А зачем? Зачем люди идут во врачи без границ, кроме того, как за деньгами? Вы зачем пошли, Майя? Какая-то социальная ответственность? Ну, сначала я пошла, не знаю, куда пошла, а потом, да, появилась какая-то, да, социальная ответственность и возможность немного на своем месте убрать нашу планету. Зачем еще идут? Настя, как вы считаете? Ну, мне кажется, еще, возможно, часть для того, чтобы посмотреть мир, потому что это такая уникальная возможность посетить места, в которых ты никогда не думала. Это либо авантюристы, либо молодые люди без семей? В основном, да. Но часто бывает, что ездят в раннем, скажем так, возрасте, когда семьи еще нет. Или, ну, это обычно с экспатами из европейских стран из Америки, из Скандинавии, они ездят, наоборот, в более пожилом возрасте, когда дети уже выросли. И деньги, например, не так важны, потому что в этих странах все-таки достаточно высокая своя собственная зарплата, например, в Скандинавии. Им вот именно какой-то социальной миссии. Подождите, у вас есть хирурги, которым за 60? Вот Майя таких знает. У вас есть хирурги, которым за 60? Да, я встречала и хирургов, и медсестер, которые, европейских, которые в первую миссию поехали врачи без границ после 60 лет. А мы вздыхаем, что повысили в России пенсионный возраст. Скажите, а были какие-то ситуации сложные? Были ли какие-то несчастные случаи с теми, кто приехал на миссию? Заболевали, может быть, может быть, не справлялись? Может быть, попадали в какие-то местные передряги? Да, и у вас есть какие-то случаи с людьми, которые могут вызвать болезнь? Или они могут вызвать какие-то проблемы на земле? Что случится с ними? Вы имеете в виду, что есть в миссии в миссии? Да, или они могут вызвать малария или что-то. А, да. Немножко, иногда это случается, когда люди заболевают, потому что, особенно люди, которые работают в серьезных ситуациях. Но в этом случае, мы, я имею в виду, у нас есть доктор, которые могут вызвать хорошие медицинские и медицинские. Но в случае, если у нас есть очень плохая, мы также вызваем медицинскую эвакуацию, чтобы люди эвакуировали из области, и, если необходимо, эта человек будет возвращаться в его или в ее дом. И это также обеспечивается в миссии. Конечно, такое может случиться. Человек может заболеть, особенно, если он работает в сложном контексте. Но ему повезло, потому что вокруг много врачей, которые могут помочь. Но если это состояние тяжелое, то проводится медицинская эвакуация, и человек отправится туда, где могут оказать более квалифицированную медицинскую помощь, а в каких-то случаях его миссия заканчивается, он после этого возвращается домой. Сколько длится миссия? Минимум, максимум? Давайте, Майя, вы. Расскажите, пожалуйста. Миссия, например, хирурга, может длиться и три недели. Потому что хирурги работают очень интенсивно. Ну, то есть ты можешь взять отпуск на основной работе. Например, за свой счет или полагающийся тебе официальный. И поехать. И поехать, например, на чрезвычайную ситуацию, где миссия длится от трех до шести недель. И вот там человек... Там очень часто как-то смена. Смена очень быстрая, поэтому да. Обычная миссия — это от трех месяцев до года координаторской миссии. От трех месяцев? От трех месяцев до минимум координаторской миссии — это год, 12 месяцев. А есть те, кто работает по несколько лет у вас? Да, сейчас есть новые разные предложения. Там и на два года есть контракты, и на три. Но это лучше, наверное. Да, точно. Это возможно для человека, чтобы на миссии на два года, например, три года? Да, да, да. Для меня, например, самая длительная миссия — это один год. Но у меня есть возможность увеличить еще один год. И иногда люди работают больше, чем три года. Такура говорит, что, например, он был в миссии один год, самый длинный, но ему предлагали продлиться еще на год. И если бы он согласился, он был бы два года. И он встречал людей, которые работали более трех лет. То есть они продлевались, обновляли контракт. А как местные администрации, не конкретно наши, а вообще администрации городов, относятся к тому, что вы предлагаете работу, например, студентам-медикам или врачам, которые в местные больницы не идут, а к вам пойдут? Вот как-то я вот к вам больше обращаюсь. Сталкивались ли вы с тем, что они говорили, не-не-не, вот к нам не надо, мы тут сами своих трудоустроим? Ну так мы же работаем часто с местными больницами. То есть, например, есть госпиталь, он не справляется со своими силами, мы помогаем, приводим новых сотрудников, помогаем в манерах, обучаем их, и они потом там остаются. Мы уходим, а они остаются, местные сотрудники, обученные. То есть они только довольны, только рады? Да. Обычно они рады, наоборот. Анастасия, Майя, Токура, я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в студию, за то, что рассказали много интересного, и я уверена, что для некоторых людей открыли возможности, о которых они раньше не знали. Друзья мои, мы с вами прощаемся. Это была программа «Сумма мнений» на канале ЕТВ и Международная некоммерческая организация «Врачи без границ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова